Рассказывать я буду про свой личный опыт. При этом люди, которые меня знают давно, и вообще люди, которые меня хоть как-то знают, знают, что я не настоящий программист. У меня уходит на программирование 2-2,5-3 часа в день. И это скорее моя инициатива, чем моя обязанность. Я, в принципе, по работе не обязан программировать. Мне просто почему-то кажется, что если ты хочешь что-то делать большое в каком-то интересном тебе проекте, то ты просто обязан разбираться в его кодовой базе и понимать, что там происходит. А если ты, ну, собственно, сам код не пишешь, ну как ты будешь разбираться в этой кодовой базе? Что, я ее прочитал? Давайте потихонечку начнем. У меня не очень большая презентация с одним конкретным довольно простым кейсом. Кейс вот такой, и я вам сейчас его покажу. Вы можете прямо посмотреть на экране код. Это не мой код. Я сразу же предупрежу на всякий случай. Просто я бы написал лучше. И мы к этому еще вернемся. В этом коде есть некоторое количество классических ошибок, связанных с перформансом. Мы их тоже особенно рассматривать не будем. Потому что так получилось, что в этом конкретном коде у меня стояла задача внести минимум изменений. То есть не пытаться сильно поменять вообще код. Это, если что, это реальный код. Он, в смысле, это там такая сложная система нотификаций для биржевой системы. Ну, действительно, это функция, которая в реальности работала в реальном коде. Все знакомые, да, вы видите, что там аннотированные типы. Если вы по какой-то причине еще не пересели на третий питон и почему-то еще не пользуетесь type annotation и не проверяете типы, ну, бог вам судья. Значит, что в этом коде, как вы понимаете, плохо, и что в этом коде, как вы понимаете, тормозит? Тормозит в нем то, что когда в списке респондентов вот в этом листе, который в первом параметре передается, оказываются сотни тысяч элементов, а они там реально сотни тысяч элементов. Ну, как бы начинаются проблемы существенные, жесткие с перформансом. Конкретно эта программа, она начинает просто очень медленно работать. Есть вот такие цифры. Давайте я немножко пощелкаю вперед-назад, чтобы вы понимали. Значит, смотрите, на 10 тысячах элементов в списке, там серверы не очень приличные были, поэтому оно отрабатывало почти там 1,69 секунды. Это очень долго, как вы понимаете. Хочется в случае с рассылками получать гораздо больше времени. Это если просто очень простое сообщение было. Если в сообщении был сабжект, а вы видите, да, там есть отдельная ветка, то внезапно оно начинало работать быстрее. А если в сообщении было поле from, то оно начинало внезапно работать медленнее. Можно подумать, что это локальная флуктуация, и на самом деле нет. Люди, которые понимают, как работает интерпретатор Python, мне кажется, довольно хорошо понимают, что здесь происходит. Вот вы бы как решали проблему сделать это все резко быстрее? Значит, давайте сейчас для дальнейших обсуждений договоримся, что вот это 1,69 я сейчас приму за единицу, потому что дальше будет относительно вот этого эталонного примера показаны ускорение или замедление, и просто сильно будет проще говорить вот так. Так вот, сначала давайте договоримся. Оптимизацией кода мы сейчас заниматься не будем. Ну, потому что это способ для слабых, так каждый дурак может. Задача сначала стояла такая. Давайте попробуем его максимально ускорить теми средствами, которые у нас как бы есть, пытаясь, не пытаясь сильно менять код. Если вам интересно, на самом деле там ужас в том, что такой код, он был засертифицирован этой биржевой платформой, и любые изменения в этом коде требовали сложной дополнительной сертификации. Значит, есть Cython. Cython знают многие. Это когда-то бывший Pyrex, с помощью которого можно быстро, без лишних проблем, запустить вашу программу, ускорив ее довольно значительно. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно сделать две странных вещи. Первое. Ваш файл .py переменовать в .pyx и прогнать по нему сейтанайс, и вы получите готовый бинарный модуль, который, как вы видите, работает существенно быстрее. Вы видите разницу? Он почти вдвое быстрее на глаз. У этого всего есть подводные камни. На самом деле в два раза это очень мало. Потому что если там было почти 1,7 секунды, то здесь, ну все равно, ну это же почти секунда. Конечно же, этого никогда не бывает достаточно. Нужно при этом еще сказать, что вы получаете в качестве наследства двоичный модуль, в смысле, бинарный модуль, который вам потом придется компилировать отдельно под каждую вашу систему, и, ну, довольно много с этим неприятной возни. Следующий способ, который все сразу почему-то вспоминают, и действительно, как бы это понятно, есть проект PyPy, который является альтернативным интерпретатором питона с just-in-time компиляцией, который поддерживает некоторый сабсет, не полностью поддерживает все функции третьего питона, в смысле, весь синтаксис третьего питона. Они прямо сейчас примерно на уровне границы между 3.5 и 3.6. Они начали имплементировать некоторые фичи языка от 3.6. Но зато посмотрите, какая приятная разница, да? В 10 раз. Ну, прям, я не знаю, как вы, я очень доволен. Очень красивая цифра. Тут еще есть важный момент, что я когда делал, собственно говоря, первые эти замеры, у меня была предыдущая версия PyPy и нынешняя версия PyPy. Так вот, разница между двумя версиями может составлять до 10%. То есть, на самом деле, если вы видите наверху в верхней строчке примерно одна десятая от оригинала, то есть оно работает в 10 раз быстрее. На самом деле, у меня была предыдущая версия PyPy, которая работала всего в 9 раз быстрее. На самом деле, я проверял, на предпредыдущей версии было 8, то есть, в принципе, можно построить прогрессию, надеяться, что будет работать еще быстрее дальше. Здесь есть еще один очень важный момент. Обратите внимание, это альтернативный интерпретатор, у которого другой подход к интерпретации языка. То есть, он точно так же работает, как оригинал, но обратите внимание, помните, да, в оригинале нижняя строчка была медленнее, чем средняя, а здесь наоборот. Это я к чему говорю? К тому, что если в вашей программе вдруг по какой-то причине важны тайминги, и вам важно понимать, какая из функций выполнится быстрее или медленнее, к сожалению, в случае с PyPy придется пересматривать и внимательно смотреть на то, что там происходит. Это все не так просто. Не так, что ты щелкнул пальцами и решил, что все, теперь перехожу на PyPy. В моем случае на PyPy было перейти просто нельзя. Причина была в том, что на сервере, на котором это все работает, нельзя было устанавливать системно новый дополнительный софт. Нет, можно было извернуться, собрать его к себе в домашнюю папку, там вот это все, но, к сожалению, здесь так не работало. Я вообще не хотел этот слайд вставлять. Все по какой-то причине в русском Python комьюнити страшно любят Numba. Numba — это такой проект, который требует небольшого изменения в код вашей программы, а конкретно просто с помощью довольно простых операций указать, что этот кусок кода мы будем компилировать с такими-то дополнительными свойствами, это с такими-то, и все это превращается прямо на лету, прямо в вашем модуле. Там вверху написано «импорт Numba», вот это вот все. Очень здорово и очень хорошо, если бы не одно «но». Вот это реальная вполне себе история. Вот добавили простые совершенно аннотации к этим функциям и получили вот такой результат. Есть причина, почему так произошло. Потому что Numba сделана специально для того, чтобы ускорять работу так называемых scientific applications, научных приложений. Там, где идет работа с массивами, с данными, большая работа вокруг, большие циклы вокруг интов, вот это все, вокруг целых чисел. Все прекрасно, она действительно ускоряет совершенно бешено. Она ускоряет почти как PyPy. Но в тот момент, когда вы переходите к работе со строками, вот эта вот строчка, этот текст, он из официальной документации. Недавно, вот буквально в позапрошлой версии Numba, добавили работу базовую со строками. Но если вы хотите, например, получить доступ к символу внутри строки, вы автоматически получите замедление работы вашей программы. К сожалению, Numba не является каким-то хорошим способом для решения этой проблемы. К сожалению, к моему, к сожалению, потому что я очень хотел. Ну, нет, на самом деле, нет, мне не нравится Numba. Ну, ну и да, и обратите внимание, что в случае с наличием subject в сообщении, оно работало аж в два раза медленнее. На мой взгляд, это, конечно, просто недопустимо. Ладно, я вас обманул. Давайте немножко парефакторим код. Посмотрим, поможет или нет. Я могу вам открыть оригинальный код, но мне кажется, что сильно проще будет посмотреть вот так. Обратите внимание, это две функции. Это одна и та же функция. В одном месте она отрефакторинг, а в другом нет. В чем заключался рефакторинг? Самое главное, что говорят всем, кто пишет на питоне, ребята, если у вас внутри цикла есть какие-то операции, которые можно не выполнять внутри цикла, вынесите их из цикла. Ну вот, я вынес. Без особого хардкора. На что здесь можно обратить внимание? На то, что, наверное, один из ифов ушел из цикла, и это позволит довольно сильно выиграть по скорости. И даже та проверка, тот иф, который там есть, обратите внимание, он превратился в просто проверку булевого состояния. Ну, очень, как мне кажется, очень простой рефакторинг, очень базовый, ничего особенного из себя не представляющий. Ну, там, реально, этот диф на четыре строки, да? Как вы думаете, какой получился выигрыш по производительности? Не в этой конкретной функции, а вот в этом наборе кода. Он, к сожалению, довольно грустный. Да, вот так. Ну, я тоже думал, что 0,8. Почему получилось так? Потому что, ну, смотрите, я вот перед началом лекции говорил, что у меня не очень много времени на программирование, к сожалению. И каждый раз, когда я смотрю на такие штуки, я думаю, ну, тут же очевидно, что надо поправить. И когда ты правишь очевидные вещи, ты нифига не выигрываешь производительности. Даже в очень плохом коде. Потому что, на самом деле, нужно профилировать. Но мы профилировать не будем. Мне и так ясно, там всего две функции, и понятно, какая из них тормозит. Вы обратите внимание, что... Да. Обратите внимание, я не хочу сейчас перематывать, но если вы вспомните, там было две функции, одна из которых считала довольно странную вещь. Она проходилась по всем символам в сообщении и формулировала из них то, что по их представлению называется контрольной суммой, и на самом деле просто тупо сумму всех символов считала. Так вот, в реальности тормозила больше всех она, конечно же. Это очевидно. И первая мысль, которая была... Не, ну ладно, ну в смысле, мы все же знаем, да? Ну, питон для этого не предназначен. Давайте возьмем что-нибудь другое. Вот все любят разговаривать про то, что надо все на голову переписать. И тут я вспоминаю, что есть несколько готовых проектов, которые позволяют вам... Ну, сначала я вспомнил Grampi. Кто помнит, что такое Grampi? Это проект, который Google торжественно анонсировал два года назад, когда они сказали, ой, у нас весь YouTube переезжает с питона на Go. И мы написали такую программу, которая транслирует питон в Go, как есть, и все работает. Короче, проблема вот в чем. Во-первых, Grampi рассчитан на питон даже не 2.7, я неправильно написал, 2.6. Он рассчитан на питон 2.6. Разница невелика, но она есть. Это первое. А второе, ну, вы попробуйте, он просто не работает. В смысле, просто хед сломан. Можно найти такой бранч, который работает, для этого надо поставить старый Go, старый toolchain для Go, и как бы с этим что-то сделать. К сожалению, большая часть open-source всего, что делается в крупных корпорациях, и, к сожалению, Яндекс тут не исключение, со временем может быть заброшено. Grampi заброшенный проект, несмотря на то, что было классно. Еще раз, для тех, кто не знает, гипотеза была очень классная, что с одной стороны ты на STDIN подаешь питоновую программу, а с другой стороны получаешь код на Go. Ну, кто бы не отказался? Я бы не отказался. Есть еще хороший проект. Это генератор биндингов для Go. Ну, там все очень просто. Вы пишете программу на Go, а она вам генерит биндинги для того, чтобы из питона к ней обращаться. Есть с ней один подвох. Значит, во-первых, она почти как Grampi не работает в хэде, а во-вторых, это удивительное дело, я не знаю, как это произошло. Как можно было написать такой способ пробрасывать значения? Я не заглядывал в код в этом месте, сразу признаюсь. Но как-то они это сделали. Он работает медленнее, чем код на питоне. Я не знаю, как это произошло. То есть нужно было постараться. Вы все, наверное, знаете, что интерпретатор питона не отличается особой быстротой во многих его аспектах. Поэтому я решил, ну что, в принципе, каждый из нас в детстве увлекался эзотерикой, так или иначе. Не ГО единым, в конце концов, все. Была мысль вызвать дьявола. Но я решил, давайте посмотрим, на чем я еще умею писать. А у меня, знаете, такое увлечение, я довольно много времени трачу на разные другие языки. Но просто те языки, на которые я тратил больше времени, скажем, на какой-нибудь closure, на него невозможно связать с питоном простым образом. И уж точно вряд ли его можно использовать для улучшения производительности. Поэтому мой выбор пал на ним. Он совершенно прекрасный, особенно для тех, кто пишет на питоне. Это код той самой функции, написанной на ним. Вы видите, да, в смысле она очень простая. Это просто элементарная, совершенно элементарная функция, которая делает то же самое. считает общий, считает просто сумму всех символов в строке. Это здорово. И здорово, что есть проект, который называется NIMPY. Я вам его очень рекомендую. По двум причинам. Во-первых, потому что для вас это идеальный способ проникнуть в этот странный мир ним. В нем много нового и интересного. Вообще, это такой способ расширения сознания. Когда вы внутри своего кода на питоне начинаете использовать разные другие языки. Особенно, если это не mission-critical код, не mission-critical приложение, в котором от этого все зависит. Да, что делает NIMPY? Он, собственно говоря, в те функции, у которых указано, что она exportpy, экспортирует их в виде готового бинарного модуля. Все совершенно прекрасно. И оно работает прямо из коробки, и вы можете этим пользоваться, как бы если бы не одно но. Ускорение примерно такое же, как с PayPal. Ой, ладно, ничего страшного. В смысле, разница не особенно велика. Ну да, она как бы есть. Она есть. Только вы при этом тащите с собой большой кусок кода на... Ну, кусок кода на другом языке программирования. Давайте на секунду остановимся на теме других языков программирования и зададимся себе вопросом. Вот вы когда смотрите на свой проект на питоне, и у вас в команде больше одного человека. Насколько вы готовы внутри этой системы приспосабливаться и пускать туда еще один язык программирования? Я к этому морально готов, наверное, потому что, ну, мы когда начинали, в общем, заниматься программированием, у нас не было такого, что есть универсальный инструмент, как мы любим говорить, second best language, в смысле второй по качеству в любой теме, но при этом прекрасно подходящий практически ко всему. Собственно, питон он такой, но иногда приходится использовать и другие странные языки. И поэтому мне NIMA очень нравится. Это секунда рекламы NIMA. Обязательно сходите, попробуйте. Напомню, давайте еще раз покажу вам. Смотрите, по-моему, синтаксис очень питонячий, да? Ну вот, прок меняем на dev, var, наверное, можно было бы убрать, и получился практически питон. Ну, такое нечто среднее между питоном и руби. Ну, все, как мы любим, никаких фигурных скобочек. Очень рекомендую, в общем. Давайте вернемся к теме Cython. У Cython есть другой способ взаимодействия с кодом, когда вы не просто запускаете его, как есть в виде, просто компилируя ваш текущий модуль, а когда вы пытаетесь его ускорить. У Cython есть собственный язык, который, собственно, и называется Cython. Это, видите, да, наверху оригинал функции, внизу этот же код, переписанный на Cython. На что в нем важно посмотреть? Ну, во-первых, приходится применять довольно странное ущищрение, а именно конкретно говорить, что текст одной из переменных придется аккуратно перевести в классический C-шный Charles V. Так, поднимите руку, кто на C писал хоть раз в своей жизни? Класс, спасибо, Господи, мне не придется про это долго останавливаться. Такая же история, обратите внимание, что просто вы отделяете, вы говорите, что вот эти типы классические из C, а все остальные, они по умолчанию считаются типами из питона, за исключением, ну, вот этого конкретного пункта под названием X, оно внутри цикла всегда считает, что это код, написанный на… код внутри цикла всегда на C. Плюс ко всему здесь есть такая неприятная особенность, на которую мне пришлось наступить, потому что я не очень много пишу на сайт. Обратите внимание, что вообще-то, я не знаю, как вы, я бы первую и вторую строчку совместил, то есть я бы не заводил отдельную переменную data text, я бы ее поместил там, ну, грубо говоря, сразу все тексты, сказав на нее text and code. Проблема здесь в том, что у сайта на есть существенная проблема с тем, чтобы в одной строке кода совмещать вызов питоновых функций, а в данном случае encode на входящий объект текст, это функция из питона, с именованием, собственно говоря, объектов, которые C-like. Тем не менее, все эти ухищрения, они довольно приятные, сами по себе. Ну, в смысле, мне не показалось, что сложно с этим как-то взаимодействовать, и важно, что было важно для меня за последний год, сайта научился читать type annotation от стандартного питона 37-го, и это довольно сильно помогло. Я вам сейчас покажу результат, который получился. Вот он, вот такой получился. Да, впечатляет, да? Дело тут в том, что я потом ради интереса посмотрю, а сайта сейчас работает так. Он создает, на самом деле, C-код, и сайта на нем работают одинаково. Они создают промежуточный C-код, из которого получается потом нужный вам бинарник. Так вот, у сайта на так получилось, что C-код практически такой же, как если бы я писал прямо на C. Вот он прямо практически такой же. При этом, обратите внимание, накладных расходов на программирование совсем практически нет. В смысле, я не знаю, как вы, я считаю, что любой питонист в состоянии почитать этот код. Он несложный, и если убрать мой любимый шрифт, который меньше и равно превратил в один глиф, то, наверное, вам понятно, как это выглядит в коде. Да, собственно говоря, немножко о морали. Наверное, на этом слайде мы будем находиться дольше всего. Пункт номер один. В большинстве случаев вам вне такой рестриктив среде, как у меня, достаточно просто пайпай. Если вы по какой-то причине его еще не пробовали, ну, я не знаю, почему вы этого не делаете. Он работает совершенно феноменально. У них есть поддержка практически всего, кроме откровенно двоичных модулей. Если у вас есть модуль для питона, написанный на другом языке, ну, просто так импортировать его будет сложно. При этом все стандартные свойства, скажем, 3,5 питона в нем поддерживаются прям целиком. 3,6 частично, 3,7, прям пока вот только-только намеки какие-то появились. Ускорение производительности с ним примерно в 10 раз. Все это очень хорошо, в случае с пайпаем, все это прекрасно ложится на нынешнюю моду, на такие, как правильно сказать-то, сейчас называется по-русски, на микроскопические программы, каждый из которых выполняет свою функцию. Понимаете, я бы 10 лет назад сказал Unixway, а сейчас так уже не принято. Да, просто слово сервис подразумевает как бы нечто большее, чем просто маленькую программу, а здесь вот такая история. Пайпай действительно великолепен, если вы его не пробовали, повторюсь, попробуйте обязательно. Безусловно, заниматься оптимизацией кода тоже очень важно, но, к сожалению, во многих случаях это не приводит к никакому особенному результату. То есть сравнение между неоптимизированный код и код, который вы оптимизировали, а потом запустили с Пайпаем, может быть в 20 раз. Если вы просто нашли неоптимизированный код, а потом нормально написанный код, а потом вы его попытались оптимизировать, ну вы получите при распроизводительстве в 10%. Это классно, но, скорее всего, не решит вашу проблему. И тут есть еще важный момент такой. Если вы пытаетесь оптимизировать код, который уже неплохо написан, скорее всего, вы делаете его сильно менее читаемым, потому что так уж сложилось в питоне, что это вечный трейд-офф между читаемостью и скоростью исполнения. Есть много довольно фокусов, как сделать вашу программу на питоне просто быстрее, но все они на самом деле есть даже на wiki python.org, вы можете там их все посмотреть. Про стабильность инструментария. Я на самом деле все, что перечислено, активно пользуюсь PyPy, активно пользуюсь CiteNum, насколько им активно можно пользоваться. И последнее время довольно активно использую NIMPy. Это три штуки, которые на самом деле стабильны. В смысле они стабильно приводят к одному и тому же результату без регрессии от релиза к релизу. Про все остальное я такого, к сожалению, сказать не могу. По этой причине я бы сказал, что вам нужно в ваших задачах выбирать максимально стабильный инструментарий для того, чтобы реализовать эти ускорения, которые вам необходимы. Про эзотерические языки. Если это ваш педпроджект или на проекте работает два человека, то ничего плохого в этом нет. Вы можете это делать. Я вам на всякий случай напомню, и мне кажется, это довольно шумная история. Треть питон в Яндексе довольно долго считался эзотерическим языком. Я был одним из таких ощепенцев, который на нем писал и команды собирал, которые на нем писали. Это было тогда довольно удобно, потому что в Яндексе очень жесткая конкуренция за людей между проектами. И когда ты приходишь и говоришь, у меня просто новый проект, ну, мало программистов просто на него прибежит. А вот когда ты скажешь, ребят, у меня тут питон есть и немножко нима, знаете, это довольно выигрышная позиция сама по себе. При этом, конечно, загоняться и пытаться придумать способы ускорения вашей программы с помощью суперновых инструментов, это, ну, на самом деле, идти против самого себя, потому что бог с ней со стабильностью. У вас уже есть инструмент, про который вы знаете, что он работает хорошо, что он ускоряет хорошо. То есть, да, безусловно, идеальное сильно лучше, чем просто хорошее. Но в большинстве случаев вам достаточно получить, ну, там, прирост производительности в 10-15 раз уже хорошо. Я в этом примере, вы видели, да, я в конце концов добился того, что разница была почти в 100 раз. И сделал я это с помощью инструмента, который знаком питоновому комьюнити 12 лет. Первому релизу Pyrex, который вот был до предыдущего названия Сайфина, ему уже 12 лет. И теперь у меня важный вопрос для вас, для всех. Вот смотрите, как бы кто ни говорил, что питон не для того, чтобы исполнять быстрые программы, мы каждую программу хотим, чтобы она работала быстрее. Не бывает такого, что вы думаете, ну, ладно, она работает медленно, и хорошо, что она работает медленно. Бывает? Блин. Я вам завидую. Нет, бывает, что пофиг. Не бывает, что вы довольны тем, что она работает медленно. И что самое интересное, я, если честно, не знаю людей, которых можно называть прямо настоящими программистами, и которые искренне считают, что программу не надо ускорять. Но по какой-то непонятной мне причине, это не то, что даже в русском, в мировом комьюнити, никто особенно за ускорением не смотрит. Люди не смотрят ни на Scython, люди не смотрят на PyPy. Оба этих проекта находятся в таком состоянии, что их поддерживает группа энтузиастов, и иногда они живут на донейшн. Это я сейчас не пытаюсь прочитать вам мораль, я просто вам очень рекомендую попробовать оба этих проекта. Они мощные, и если у вас вдруг внезапно в компании получится что-то за счет этого сделать лучше, ну, бизнесово лучше, даже не просто в коде, а бизнесово лучше, технологически лучше, не пожалейте немножко ребятам денег на донейт, потому что они на этом на самом деле живут. По большому счету, я сейчас вот так сделаю, по большому счету, это, если честно, все, что я хотел вам рассказать. Вы простите, что у меня такой короткий рассказ, наверное, потому что я довольно сильно ускорился в процессе его изготовления. На какие вопросы я могу вам ответить? У меня их довольно, в смысле, я прямо знаю, на какие вопросы я могу вам ответить прям сходу. К какому типу кода подходят больше те или иные способы ускорения? Как правильно принять решение? Как убедить своих технических руководителей, что надо попробовать пай-пай? И прочие такие штуки, я на них готов отвечать, в общем, очень легко. Я могу сказать, на что я не готов отвечать сегодня, и давайте до этого договоримся. Если у вас такси сегодня не приехало, это не ко мне. Просто, к сожалению, я на последних трех конференциях это были самые частые вопросы. Если еду не привезли? Ну, это такая же примерно история. Дело в том, что, ну, это все массовые сервисы, я про них прямо сейчас не очень готов отвечать. Если облако ломается, можно про это обсудить отдельно. Вообще, про ваши боли по поводу сервисов Яндекса, я готов их все выслушать в частном порядке. Мы можем организовать здесь комнату психотерапевта. Короче, давайте, если вам не сложно, давайте какое-то немножко время, хотя бы прежде, чем мы перейдем к другим вопросам, поговорим про скорость исполнения питона. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте, потому что я бы с удовольствием поотвечал. Я бы, если можно, открыл дискуссию очень вкратце. У меня просто один вопрос прям волнует. Правильно ли я понимаю, что оптимизация, там, профайлинг, что угодно, связанное со скоростью кода, это уже все-таки не первый этап, а первый этап, по крайней мере, в прикладных приложениях, вас будет чаще тормозить, там, не знаю, сеть, IEO, база и все что угодно, но не код, на самом деле, на питоне. Я ошибаюсь. В реальности это не так. Я в какой-то момент забился, и мы написали, hello world, который ходит в базу, отдает наружу JSON, и все говорили, что ну очевидно, где он будет тормозить, вот здесь в базе, вот здесь в JSON, вот здесь еще где-то, но запуск просто этого конкретного приложения с PyPy ускорил время работы этого, время до отдачи JSON, почти в два с половиной раза. То есть на самом деле, говорить, что главный bottleneck это база, это, наверное, правда, но не означает, что во всех остальных местах не копится потеря производительности. То есть, конечно, если у вас тормозит база, ей тоже нужно заниматься, но код на питоне, который вы написали, часто тоже тормозит, с ним тоже нужно что-то делать. Хорошо. Так, давайте вопросы. Кто поднимал руку? Спасибо за доклад. По поводу эзотерических языков и эзотерических питонов. Стоит ли пробовать IronPython, Python на Java-машине, такие вещи? Они оба же мертвые, вы же знаете, да? IronPython практически мертвый, ну, в смысле, что там он не обновляется очень давно. А? Да-да-да. И такая же история с JSON, они все очень старые, к сожалению. И это грусть. Я вам скажу, что стоит посмотреть. Если вам реально интересно, посмотрите на текущее состояние питона в проекте GraalVM. GraalVM – это попытка Oracle породить следующее поколение, ну, как бы JRE, в смысле, следующее поколение Java Runtime. Но они поддерживают и разные другие языки. И тут, кстати, тоже интересный момент. Питон, запускаемый через GraalVM, часто работает в 3-4 раза быстрее, чем текущий наш CPython, с которым мы все работаем. Он нестабильный очень, к сожалению, пока. Но посмотреть туда стоит. Да, тут у кого-то микрофон. У кого микрофон, кто-то говорит, вы же знаете. Ну, кстати, спасибо, я с 69-го… Года? Нет, прости, пожалуйста. Радио Чисуши с 69-го выпуска. Спасибо. Можно я короткую вставку скажу? Вот смотрите, вот когда подходит такой человек, это всегда происходит? Не-не, это спасибо, я не про это. Я всегда не знаю, как реагировать. К тебе приходят и говорят, я тебя слушаю. Я придумал такую аналогию, как людям все объяснять. Я говорю, вот смотрите, вы идете по улице, ты идешь по улице, и на тебе офигенная футболка. Ты знаешь, что она офигенная. И вот к тебе подходит чувак и говорит, слушай, на тебе офигенная футболка. Вот не знаю, как ты в такой ситуации реагируешь. Я почему-то не начинаю краснеть, смущаться, что-то блеять. И вот так же, как сейчас, пытаюсь рассказать длинную историю, вместо того, чтобы сказать просто спасибо. Не, все нормально. У меня, на самом деле, вас двое, все, эта футболка уже не офигенная, продолжай. Окей. Вопрос по поводу Пайпая. Почему не смотрел на CFFI, который там есть? Смотрел? А, просто CFFI, смотрите, для тех, кто не знает. Да, в смысле, CFFI, это способ подгружать библиотеки, написанные на C, и вызов прямо из Пайпая функции написанных на C. Ну, просто в данном конкретном случае нужно было бы написать еще функцию на C. Да. Оно бы, конечно, позволило еще ускорить этот кусок кода. На самом деле, Пайпай и так ускоряет программу в 10 раз. Там накладные расходы, на самом деле, довольно велики у Пайпая. Ну, маленький комментарий я даю. Просто у меня знакомый, у него проект с Пайпаем прям практически от рождения, и у них реальное ускорение за счет CFFI почти 20%. Просто ты сейчас обманываешь людей. У них проект не на Пайпая, а на питоне, работающем с Пайпаем, и частично на C. Да, согласен. Вот это правильный вопрос. Вот, то есть проблема в том, что я не очень хотел писать на C. Я свои навыки по работе на C знаю. Есть стыдная история. У меня есть там 14 строк моих, которые находятся в линуксовом ядре. За два года его эксплуатации после того, как его приняли, там нашли 4 ошибки. Нормально. Просто сначала приняли, а потом потихоньку находились ошибки. Так вот, собственно, я с тех пор зарекся, я стараюсь на C писать как можно меньше, мне даже на ним писать эффективнее, чем на C. Это моя проблема, безусловно, ваша, если у вас есть хорошие программисты на C, использовать CFFI в случае с C-Python, с Пайпай, прям очень хорошо. Прямо так и есть. Спасибо. Давайте еще вопрос. Григорий. Ой, я могу тоже пошутить, я на самом деле 69-го года. Но у меня вопрос более серьезный. Вот что из того, о чем вы рассказали, реально используется в Prode Яндекса? Есть, в Prode Яндекса есть PaiPai, в Prode Яндекса есть несколько пусков, написанных на сайтах, и то, и другое используется так или иначе. Другое дело, что Яндекс находится в другой немножко ситуации. Мы можем себе позволить почти все переписать на C, ну и на C++, и не переживать по этому поводу. Это понятно, да. Ну вот и PaiPai есть в одном из сервисов, и CYTHON есть в некоторых кусках. Ну то есть фактически пока эксперименты какие-то. Ну как эксперименты, это 4 года началось. Это не эксперименты, это суровая реальность. Ну если один сервис, все. Ну нет, это не один, я просто знаю про один. Яндекс очень большая компания, у нас работает почти 10 тысяч человек. Очевидно, что я не знаю про все куски кода. Мы как бы пытаемся собрать большую часть людей в одном репозитории, но в реальности это пока не так. Спасибо. Так. Буду бегать. Да, Григорий, добрый день. Спасибо за доклад. У меня вот такой вот вопрос, скорее наблюдение. Я смотрю вообще в питоне, на самом деле есть много всяких оберток для низкоуровневых, в том числе вещей. То есть там есть байтбуфер, есть меморевью, есть трейсмалок. Но я смотрю, на самом деле на конференциях народ очень мало про них рассказывает. И у меня вот личный опыт, я с ними пытался ковыряться, у меня ощущение, что про них мало рассказывают, именно потому, что их использование, оно вообще говоря, не дает особых никаких плюшек. То есть вот этой самой низкоуровневости нет, потому что решение, вот если мы начнем на питоне писать задачи, решать их как на C, то есть делать там array, там по нему итерироваться, там все-таки так далее, то питон начинает думать, что мы с ним неправильно работаем, вот, и в итоге профита мы от этого не получаем. Вот я хотел уточнить, у меня правильное впечатление? Да, так и есть, так и есть. Любые попытки уйти на низкий уровень в самом питоне, прямо сейчас, к сожалению, обречены на провал, они не дают особенной прироста производительности. Ну, то есть, наверное, наверное, сильно постаравшись, можно было, ну, в этом как этом случае, можно было, наверное, улучшить производительность процентов на 30, чисто в самом питоне. Но это просто очень мало. Хотелось-то в 100 раз. Ну, собственно, и получилось почти в 100 раз. Собственно, вот в этом разница. Ну, вообще, просто способы ускорения самого питона, как я говорю, давно известны, и по ним большие статьи написаны, а пользы никакой. Ну, это ограничение питон-CIP, которое мешает делать эффективный там контейнер, например, сатараться, или... Нет, я думаю, что здесь дело не в этом, а в том, что просто это интерпретатор, который с самого начала был написан так, как он написан. Это проблема C-Python, скорее, как такового. Окей. Спасибо. Григорий. А, я понял. Туда-сюда ходите. Спасибо за доклад. У меня вопрос относительно самого первого вопроса про альтернативные интерпретаторы питона. Недавно, ну, пару месяцев назад на ее комбинаторе запостили статью, что ребята переделают реализацию интерпретатора на расте. У тебя есть какой-то мысли по полуэту? Я читал эту историю, я ее еще не смотрел. На самом деле, это совершенно неважно, на каком языке все это написано, в смысле, на каком языке написан интерпретатор. Вопрос в том, насколько хорошо он написан. Ну, я на это смотрю так. Здорово, если появится еще один интерпретатор питона. По моему опыту другим языкам, давайте, Ruby и JavaScript помогло в тот момент, когда появились разные другие интерпретаторы. Не вижу причины, почему питону это не помогло, как сообществу в целом. И, ну, собственно, любой новый интерпретатор здесь хорош будет. Тем более, если он на расте. Чего же говорите? Да. А где, у кого-то микрофоны? Да. Вот здесь. Сейчас. Арсений. Да. Привет. Привет. Большое спасибо за доклад. Можно поподробнее про трейд-оффы, которые с собой несет PyPy? То есть, понятно, что если он где-то помогает, то где-то он будет вредить. Ну, самый банальный пример это время старта. Как любой Just-in-Tank компилятор, он большой. При старте он отъедает у вас 2,8, примерно, 2,5-2,8 секунды просто на старт. Для сравнения нормальный сайфон в тот момент, когда он лежит в файл кэше, в смысле, в кэше операционной системы, он стартует за 0,4 секунды в худшем случае. То есть, разница во времени старта чудовищная. Вторая история. PyPy не поддерживает сейчас большую часть модулей, написанных на C для стандартного питона. Скажем, если вы возьмете, чтобы пример-то взять. Ну, а DBC, наверное, его мало кто использует прямо сейчас, мне так показалось. давайте для простоты. Вот штатную библиотека MySQL для доступа к данным не работает. Да-да, но есть много других реализаций. Есть реализации, а дальше интересно. Есть реализация драйвера MySQL, написанная на чистом питоне, и она с PyPy работает быстрее, чем оригинал. Ну, то есть, проблема в том, что есть много модулей, которые вы захотите использовать, и вы не сможете их использовать с PyPy. Ну, дальше вы знаете, как действовать, если что. Вы занимаетесь декомпозицией своего сервиса, и разделяете его на куски, и запускаете один кусок под PyPy, а остальное все отдельно. Как-то так примерно. У Scython этой проблемы нет. Scython, тот кусок, который вы обернули, он умеет прямо нормально работать, как питон. Как-то так. Да-да-да, ну, вот правильно, в смысле, ну, отдельная, конечно, история про то, что PyPy, как любой Just-in-Time компилятор, ждет память, как не в себя. Не знаю, что у него там внутри, но память очень любит. Григорий, спасибо за доклад. Вы сейчас очень точно упомянули про память, а что делать, ну, со скоростью все понятно, что делать, если нужно оптимизировать по памяти и ужать поплотнее, чем пользоваться? Не пользоваться питоном. Не, ну, я серьезно сейчас? Ну, в смысле, окей, есть MicroPython, в котором все очень жестко с памятью, его очень жестко контролируют, но это, мягко говоря, неполный интерпретатор, и что с ним вы будете делать, не очень понятно, но особенно в реальном производстве, ну, в реальном, в продакшене. По-честному, если, ну, вы можете попытаться вручную контролировать освобождение памяти, потому что одна из главных проблем это то, что объекты, которые вы уже не используете, не выпали из скопа по какой-то причине еще, там, функция не завершилась, и этот объект продолжает торчать в памяти. Удаляйте их руками, то есть, заменяйте просто код. Другого варианта особого нет. То есть, давайте так скажу, я видел людей, которые пытались тюнить garbage collection питона, но, по-честному, не видел никого, кто бы достиг какого-то успеха в этой области. Это грустная часть, на самом деле. У нас очень удачно идет сегодня конференция по питону, на этом треке каждый новый спикер выходит и рассказывает, а что надо питон выкинуть или заменить. Так, ну, я же, понимаете, периодически еще выступаю на тему, что людей нужно всех заменить на железяки, но, видите, есть же все еще здесь. Давайте еще вопрос. Железяки уже работают. Да, здравствуйте. Спасибо за доклад. Подскажите, вот вопрос, продолжение, как бы, предыдущих. Вот если бы перед вами стоял новый проект, и вы точно знаете, что там нужна производительность имена кода, вы бы выбирали питон и потом его тюнили, или сразу бы другой язык выбирали? Я бы писал на питоне, у меня это отлаженный процесс, у меня много процессов, много сейчас проектов таких, которые требуют большой производительности. Собственно, я поэтому про это и рассказываю. Как я это делаю? Я обычно пишу супергрязную реализацию на питоне, которая работает медленно, чудовищно, и там программа, которая должна выполняться за миллисекунды, работает по секунде или по две, я на ней отлаживаю до состояния, что я понимаю алгоритм, после этого я начинаю заниматься делением пополам. Давайте возьмем кусок кода и попробуем посмотреть, что здесь можно оптимизировать. Давайте выкинем вот этот кусок. Я по-прежнему питон использую в качестве основного языка. Другое дело, что со временем может так оказаться, что у вас питон это исключительно клей между вызовами других систем, написанных на других языках. Так тоже может быть. Но для меня питон это во многом еще и язык супербыстрого прототипирования. И я не очень готов от него отказаться. Несмотря на то, что мне не им очень нравится. Видите, тут еще такой момент, что питон, как ни странно, очень стабильный. Но в смысле, я мало видел деградации и по производительности, и по качеству, и по работе при переходе с 3.2, 3.4, 3.5. Все было прекрасно. Я помню деградацию с 1.52, 1.53, но это очень давно было. 1.52, 1.53, да. А что-то я... Вот тут микрофон, да. Спасибо за доклад. Вопрос такой, анануитку смотрели? Так смотрел, но проблема в том, что она как-то в текущем своем состоянии очень вяленькая. В смысле, что мне показалось, что они перестали разрабатывать его особо. Это довольно интересный проект, для тех, кто не видел. Это попытка сделать транспиллер, в смысле, он он-то флай, этот компилятор, который перегоняет питон даже не в C, а в C++, компилирует, запускает. К сожалению, у него производительность в среднем ниже, чем у сайфона, и я не стал, собственно, заострять внимание. На самом деле, по-честному, конечно, Numba — это большое движение вперед. Просто она подходит, пока, вот я говорю, только для сайфинских проектов. А с анануиткой как-то не сложилось. А еще вопрос можно? А когда Алиса вместо вас доклад будет читать? У меня, знаете, год назад я провел довольно интересную штуку такую. Я приехал, кстати, здесь же была конференция, прямо на этом же месте. Конференция была для маркетологов, и меня пригласили рассказать им немножко про искусственный интеллект. И, собственно, я им сделал вот что. Я выступал, ну, собственно, показывали слайды, все дела, такая же очень небольшая презентация на 25 минут. Ну и все. И они после этого говорят, ну что, этот ваш искусственный интеллект, он когда появится? Он же нас никогда не заменит. Тут я делаю вот так. Хоба! И говорю, ребят, те слайды, которые вы сейчас видели на экране, на лету формировались искусственным интеллектом, который я написал за два с половиной часа. Это правда было, если что. Там нет искусственного интеллекта, там распознавание голоса, ключевые слова и картинки в поисках в интернете. Супер хорошо отработало. Я к тому, что на самом деле, вот вы шутите, а до этого не так далеко. Я не уверен, что это будет Алиса, точнее, я надеюсь, что это будет не Алиса, но по факту, конечно, мы на самом деле не так далеко от этого момента. И это будет интересно, когда стоит на сцене искусственный интеллект, читает в зале искусственные интеллекты. А вот эти белковые больше не нужны. Давайте на этом, наверное, закончим и похлопаем. Тут человек в красивой футболке стоит уже черти сколько. Блогер. Блогер. Давай, давай, стреляй, мы закончим. У меня быстрый вопрос по поводу Грааля. Да. Там есть реально, ну, как бы я тоже пощупал, но я пощупал скорее экземплы, а ты, я так понимаю, ощупал вживую. Есть ощущение, что это там какой-то рывок вперед? Смотрите, история с Граалем вот какая. Это история борьбы сил света с силами разума. Внутри компании Oracle есть силы разума, которые говорят, давайте сделаем новую реализацию всего этого, суперклассивую, она там, там по сути, на самом деле, Грааль настолько хорош, что питоновый интерпретатор по сути превращается в нативный код, прямо реально, почти нативный код. Конфетка. Главная проблема это лицензия. Там такая рестриктив лицензия, что в реальности ты даже попробовать это в продакшене не можешь. А когда они это выпустят, я боюсь, там будет такая рестриктив лицензия, что у тебя просто денег не хватит на то, чтобы все это закупать. Это Oracle. В этом главный подвох сейчас. Мы все надеемся, что нам удастся убедить Oracle, в смысле, все большие компании ходят к Oracle и говорят, чуваки, не делайте так. Сделайте как с Java в прошлый раз. Хорошо же, Усан вышла. Продались, правда, но... Ну вот, я не знаю, кто может купить Oracle. Возможно, я не знаю, правительство США, там вот что-нибудь такое. В общем, тема с Граалем очень классная. Еще раз, вот я, знаете, сегодня выступаю пропагандистом. Посмотрите на ним, посмотрите на Graal.vm. Это два новых проекта, они классные. Ним действительно очень интересный сам по себе. Посмотрите на Graal, потому что, возможно, за этим будущее Enterprise. Возможно, что через 10 лет мы забудем слово GRE и будем говорить, что все на Graal работает. Ну и вообще, история Graal сама по себе очень интересна. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что я вас никого не смутил своим коротким рассказом. Криш, Криш, еще буквально минуту. У кого был самый интересный вопрос? Наверное, вопрос вот про память, как ни странно. В смысле, самый корректный, самый важный вопрос был реально про оптимизацию памяти. Человек, который спросил про потребление памяти, отзывайте, пожалуйста. Да, вон он сидит. Он прямо меня, ну, как это, мне было даже сложно ответить, что вообще никак. Спасибо еще раз. У нас для тебя, как от конфы, тоже есть ништяки. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 .